здравствуйте любители фиалок сегодня поговорим о фиалках рассмотрим какой у меня сорт красивый расцвел вот такая красавица название к сожалению не знаю если бы еще узнать название то ибо вообще цены не было посмотрите какая прелесть расцвела крупная махровая цвет изумительный камера не передает она переливается как сахарная очень красивая внутри желтенькие точечки а зацвела как невеста просто прелесть а вот малышка синенькая красавица вот такой сорт фиалочки она уже отцвела уже сняли много бутонов я хотела вместе их сфотографировать но не получается нужно либо ту либо ту 20 бутончиков было веточек сейчас покажу еще одну фиалочку а здесь сколько оборвано было очистили уже от старых вот ее нужно омолаживать вот эти детки нужно будет поснимать потому что они питание забирают с нее смотрите какой красивый цвет изумительным так переливается красиво сказочно ободочек желтенький сама сиреневая внутри белый ободочек а краешек желтенький от красота сегодня у нас будет посадка фиалок а вот этих сортов убирать что убирать сейчас попробую снять вам без вспышки чтоб камера передала цвет такой насыщенный цвет розовый такой приятный приятный цвет этот вроде бы передает немножко такой красивый изумительный цвет а бутонов сколько было на ней жвары штук 15-16 дней на этой она и вообще было до 20 она 6 метров в диаметре я такую жменью сегодня выкинула эти все уже отошедших со светей ну да здесь и маленькое растение такое малюсенькое аккуратненько и столько было цветов невозможно было смотреть я же тебе муж мы с моей мобилки взять оттуда светит бесподобно там же не виде к просто фотографии это хозяйка ухаживает за ними правильно на водолей и и эти фиалочки очень любят водолейчик правильный полив правильно освещение это обо всем мы будем с вами разговаривать об этом но сегодня у нас посадка здравствуйте сегодня хочу рассказать вам о фиалках фиалка очень благодарный цветок он цветет почти круглый год у него период покоя очень маленький для того чтобы он свел постоянно вам нужно за ним ухаживать первым делом нужно с листью снимать пыль для того чтобы листочки дышали загрязненные листочки труднее дышать опрыскивать растение нельзя так как она содержит ворс листики с ворсом вот так и берете эти очищаете от пыли и грязи и листочек красивый мы тоже нельзя при попадении влаги на листочки появляются вот такие пятнышки это ожоги этого допускать не нужно дальше чтобы растение дольше цвело нужно вот эти цветы которые отцвели обязательно снимать снимать их нужно обрывая вот этот цветочек тоже уже подвял можно все снять полностью так розеточки ногтиком прижали и полностью сняли и замен вот этого цвета носика растение пускает молодые более больше цветущие фиалки очень хорошо цветут если даже вот так слегка подвяли и не поднимается ведь и обязательно тоже убирать нужно еще на этом растении очень много серединок у меня розеточки называются детки их нужно обязательно отделить берем скальпель легонечко отделяем и укореняем как укоренять я покажу в следующем видео а в этом видео я покажу как укореняются листочки от самой фиалочки очень хороший способ и расскажу про некоторые болезни сейчас о болезнях чтобы не было болезней растений растения нужно обязательно поливать в поддончик как это делается берется фиалочка берется такая тарелочка небольшая и наливается водичка в тарелочку и растение пьет сколько ему нужно если поливать в горшочек то нужно поливать на краешек горшочка если попадем в серединку сейчас покажу что получается и от нашей воды нефильтрованной в горшочке проявляются вот такие соли видите если сверху поливать вот по краю горшка белый налет это соли соли кальция соли еще чего то в общем это не нужно для растения лучше поливать поддончик это растение я поливаю смотри обложила мхом сюда я не поливаю а поливаю только мох полила мох и растения берет себе влагу сколько ему нужно и цветет неплохо видите это миничка голубого цвета что-то не передает моя камера цвет но она голубая вот сейчас передает надо ей фончик сделать красивая фиалочка а это будет розовенькая тоже миничка это с миниатюрных а теперь покажу вам фиалочку которая приболела вот посмотрите это я ее купила в магазине вот в таких горшочках они продаются стандартных в торфяной земле земля земля сильно быстро пересыхает при покупке желательно пересаживать вот молодые корешочки есть так как она ну живая вот все видно но нужно этот торфяной грунт пересаживать и они заливали ее видно сверху и влага попала в центр роста розеточки и и она посмотрите как побелела и розеточка уже деформируется листики уже мельчают не вытягиваются цветоносики неправильный уход влаги не хватает то слишком много полили и получается вот такое состояние и если вот эта розеточка поливаешь в серединку то она со временем загниет и тоже ее поделить нужно вот молодые есть розеточки листочки загнивают при том как влага на них попадает третий подгнивает вот еще одна фиалочка покажу я ее сейчас достану с горшочек это я сняла листочки и смотрите видите какие они черные гнилые вот тоже полили в центр роста и листочки с серединки роста начали загнивать чтобы спасти такую фиалочку хотя бы сорт сохранить нужно вот эти листочки взять они просто отрываются даже видите подгнила как сильно она уже пропадет наверняка омолодить корешочек убрать эту черноту можно ножом можно секатором можно лезвием наискосок я режу желательно большое сделать из косок тогда лучше корневая растет а этот я хочу посмотреть что внутри сейчас я возьму поднос на поднос и начнем доставать из горшочка эту фиалочку вот видите торфяная все в транспортировочный грунт у них он сухой а внутри влагоемки видите а сверху казался сухой сухой они его заливали точку роста полили посмотрим что тут с корнями корни загнили ведь и белых нигде нет все сухой все за ним черные корни от перелива влаги вот так фиалочки гибнут посмотрите какая шейка подгнившая нет я уже не спасу все черная если стволик был длиннее можно было бы срезать даже до живого состояния и укоренить заново а так как он сильно маленький видите все черное все сгнило и нет возможности спасти такую фиалочку выбросим попробуем укоренить листочек этот не укоренится вряд ли вот этот что я срезала срез сделала я думаю он укоренится сейчас вам покажу свой метод уберу это чтобы укоренить фиалочку я беру вот такие вот кулечки застежками зип пакетики насыпаю сюда грунта я беру там смесь перлит потом кокосовое волокно и грунт для фиалок насыпаю грунт увлажняю и ставлю вот так без укоренит без корешков без ничего в серединку свой листочек поправлю вверх и застегиваю в таком состоянии она у меня хорошо пускает корешочки я не открываю через месяц корней получается много и прикорневая детка сейчас я вам покажу я до этого укореняла таким способом и покажу что получилось вот посмотрите здесь много укореняла листочек проверим каждый уже не смотрела столько вот видите появляются корневые детки корешочки вот есть листочек живой я еще пересаживать рано в таком состоянии смотрим второй листочек этот еще нет этот еще рано но живой листочек хороший конденсат собирается я не открываю влагу воздух не пускаю а вот это сколько корней напустила вид полный кулечек корней а детки еще не пустила а вот пустила ну хорошо да и немножечко вот это место освободить чтобы в этом место больше пространство было то на в угол сбилась вот все пустила себе в угол а это пустое вот земли свободно и много подвину катер придется открыть первый раз с вами открывают свою фиалочку открыла беру ножик не прорезаю а просто я ее хочу подвинуть ну вот заросла юлик чужие вытащить хочет поломать подвинула а туда насыплю земли все пускай растет дальше закрываю пакетик трудно было она так приросла в уголочек прям не подвинуть ее ни грамма никуда так посмотрим следующий мы в этой нет вот так я складываю одну фиалочку возле другой они занимают немало места и укореняются хорошо покажу старую партию эти на день раньше я поставила а может сорт другой смотрите какая красота вот эту сегодня я буду высаживать это уже пора высаживать а эту а я это какая сильная какая красота это у меня глоксиния это глоксиния две детки можно посадить отдельно и будет два отдельных растения один листочек я там видео снимала как я укореняю глоксинию здесь я поставила два листочка разных не было места кулечка не было и оба листочка пустили корни и этот пустил и этот детки еще не пустили пусть стоят дальше а этот этот уже со всех сторон затвердела корни пустил ну будем ждать детку а вот эти два растения нужно пересадить обязательно сейчас я с вами это буду делать чтобы пересадить фиалочку ей много места не нужно я беру вот такие одноразовые стаканчики прорезаю ножницами отверстия чтобы влага выходила лишнее я знаю некоторые любители цветов и не прорезают отверстия так следят за тем чтобы много не поливать я всегда пролез прорезают они сложно набиваю стаканчики грунтом грунт я беру с добавлением кокосового волокна я наполнила свои стаканчики а теперь беру фиалочку беру открываю пакет достаем если она не достается можно разорвать пакет а если легко достает нужно пакет не рвать покажу как я достаю перевернуть и легонько достаем видите какая корневая система какая фиалка у нас получилось можно отделить материнское растение вот корнем и посадим ее обратно в этот же кулёчек теперь эти два росточка легонько отделяем посмотрите вот у этого растения какая большая корневая система ну потому что она больше намного в этого поменьше ничего это это хорошее растение приживет теперь берем стаканчик делаем углубление выравниваем корешочки и подсыпаем глубоко засыпать не нужно вот так пальцем немножко утрамбовать так мы отделили детку от материнского растения и вторую детку сейчас таким же образом посадим все больше земли добавлять не нужно в этом горшочке она будет расти долго и даже будет цвести ей место достаточно даже многовато обычно садят маленькие горшочки по размеру как вот этот сейчас покажу видите насколько он меньше и фиалочка тоже в таких горшочках развивается и цветет но это миничка это стандартная у меня теперь я что беру беру одноразовый стаканчик который я не прорезала наливаю в него воды и ставлю свою фиалку все поливать я ее не буду сейчас таким образом посажу вторую налила вот столько воды и ставлю вторую фиалку так я две фиалочки посадила рассадила две детки теперь соберу эту всю землю в кулечек и в эту землю помещу этот листочек который я отделяла веток немножко пальцем его заглублю слегка полью землю закрываю зип пакет и ставлю на укоренение пока не появятся новые розеточки так между ними все процесс закончен теперь посажу глоксинию листочек старый от глоксинии испортился видите пришел в негодность наверное разрежу пакет так как листочек пришел негодность мне этот пакет уже не нужен посмотрите как она хорошо замечательно пустила корешочки она пустила на одном листочке я посажу это все вместе это старый лист был и я его в горшочек вот так все вместе посажу сделаю углубление не глубоко глубоко глоксинию сажать не нужно и вот так ее посажу в этом грунте присутствует перлит это очень хорошо и немножко присыплю этого грунта в котором она укоренялась все вот глоксиния и две фиалочки у меня рассажены теперь так как они были в тепличных условиях нужно им сделать небольшой парничок можно взять стаканчик просто накрыть сверху можно пакет взять и накрывается нужно взять одну сторону подрезать даже две и вот так в серединку спустить но это обязательно так как она была в тепличных условиях обязательно нужно создать ему как парничок а затем через время снять фиалки у меня получилось накрыть стаканчиками и они будут вот так стоять у меня дня три-четыре а затем я буду постепенно приучать их без стаканчика жить так как корневой системы нет поливать сверху ну как нет есть корневая система просто я ее при пересадке могла повредить и поливать сверху я не буду потому что если поломался листочек где-то корешочек он начнет подгнивать а снизу земля намокает и растение достанет влагу вот так я поливаю свои молодые растения и тепличка получает а глоксинию я накрыть стаканчиками не могу поэтому я беру обыкновенный кулек целлофановый ставлю в кулек и не плотно не прикасалась к листикам просто завязала узелочком и так поставлю на окно поливать я ее не буду совсем глоксиния влагу не любит она была в тепличных условиях листик даже сгнил я вам показывала и поэтому я ее поливать не буду затем я полью ее таким же образом в поддончик я буду смотреть по состоянии листочков если они чуть-чуть привянут станут мягче полью поддончик опрыскивать нельзя эти растения ни фиалку ни глоксинию ничем нельзя опрыскивать паутинный клещ на фиалку не распространяется он не любит фиалки ее только любит мученистая роса и фиалки боятся залива остальное ей не вредит ничего спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале до свидания не утип с пустыми руками хоть что-то а к вечеру ухожу скажи царство да да только у меня муж немножко уже ругает за это санова техника обладнение для полива та инструменты гардена купуйте у мережек эпицентр та нова линия гардена ваш сад ваша пристрасть